мы обнаружили не без участия сергея г с яндекс маркета что на левом наушнике в этом месте где провод крепится к самому наушнику обнаружили маленький пупырышек он для того чтобы в темноте на ощупь опознать где левый наушник мне кажется это очень круто и именно такое внимание к мелочам отличает ну-ка какие-то дурацкие модели от действительно продуманных и интересных привет друзья sony xb50 ap ap lp наверно говорит о наличии микрофона ни за что дернуть не получается снизу открываются sony mdr xb50 ap про них много отзывов положительных в отношении звука люди прям хвалят их цените тут короче какая-то ткань слушайте но это ничего себе ребята как-то все очень серьезно амбушюры sony кстати эта тема прикольная это вообще как потому что у меня куча наушников работали намного лучше с амбушюрами от и x15 вот поэтому sony спасибо вам за то что положили достаточно амбушюр давайте дальше нам положили мешочек мешочек sony не знаю насколько практично но выглядит все очень богато и знаете эта распаковка она и тактильная визуально одна из самых приятных из тех с которыми я сталкивался наушники огромная вот тут прям это чувствуется премиум если бы они еще взяли и скрутили это все веревочкой они пластиковой вот такой стяжкой то был бы прям совсем кайф шумоизоляция вообще просто шикарная выглядят давайте попробуем первое включение коннектор чет как большеват дизайн как у современных philips of но philips of существенно круче очень крутой звук очень крутой все слышно нужно чуть-чуть их под прогреть на чтобы все частоты выстроились ровненько но для первого включения очень неплохо мне все нравится мне наушники интересно послушать и узнать как они будут звучать в конце самое интересное как мы с вами расставим их в таблице в рейтинге потому что действительно кажется я купил много крутых моделей и топ рейтинга изменится дальше вы узнаете как звучат sony после прогрева то есть как они будут звучать все время своей работы самый главный вопрос для меня поменялся ли наш топчик после прослушивания этих дорогущих ну по крайней мере для меня sony 1400 рублей видел у чувака в метро вот кстати часто теперь бросаю взгляд и могу назвать модель наушников которые слушает человек вот впечатление о человеке такое что он суть по всему меломан на потому что выглядят наушники совершенно необычно достаточно круто привлекают взгляды и кажется что звучать они должны очень круто вообще наушники красивые и если ваша цель как-то понтоваться не знаю может быть в школе много зрителей и школьников вам привет успехов на ваших экзаменах и все такое вот если цель как-то выделиться то действительно они очень красивые и несомненно это большой плюс наушники начиная от распаковки продолжая ежедневным одеванием и заканчивая внешним видом наушники достойны такого успешного и уважаемого человека как я вот у меня возникало такое ощущение много раз себя ловил на нем то есть они реально ощущается как очень крутые единственный минус наверное это коннектор он мне не очень понравился чисто внешне если вы помните видео про современные philips и и сяоми про 2 там он был существенно приятнее и красивее или красивее красивее наушники к сожалению не очень удобно сидят в ушах они совсем чуть-чуть давят ушам некомфортно через 30 60 минут за несколько дней постоянного использования привыкания у меня не возникло пульт с помощью которого можно ставить на паузу отвечать на звонки и включает следующий трек находится слева что непривычно я уже автоматом рукой тянусь к правому проводочку микрофон работает я бы так сказал на 3 с плюсом сейчас вы сможете послушать сравнение с другими гарнитурами для желающих узнать как работать микрофон наушниках сейчас говорю через philips 3515 который считаю вроде как самыми лучшими тестирую микрофон сяоми то ли fresh bloom то ли piston basic короче тот у которого у которых пульт управления в виде такого прямоугольничка не лодочки а прямоугольничка xb50 да вот sony xb50 которые достаточно крупные но из уха прям торчат видно что у тебя прям премиальные наушники премиальные это не наушники плохо передали это мой речевой аппарат дал сбой вот sony xb50 тестируем микрофон разберем каменты из интернета насыщенный звук согласен удобные не вылетают но по поводу удобства сказал не вылетаю да действительно все держится отлично в зимний сезон некомфортно сидят в ушах из-за надетой шапки не сталкивался с такой ситуации хотя много слушал их именно на улице а у нас тут час зима регулировки громкости не хватает товарища тут я кстати согласен потому что лезть в карман искать телефон нащупывать кроме кнопку громкости это не всегда удобно на беспроводные гарнитуры беспроводных наушниках приятно что регулировка громкости всегда есть она работает независимо от того android или iphone очень страшно когда провод цепляется за что-то и тянется есть такое но я бы сказал что в этих наушниках это меньше выражено чем в сяоми в которых провод прям действительно очень широкие и вот им я действительно боялся за что ему зацепиться типа двери в метро хвалит запас громкости вот с этим я пожалуй не соглашусь потому что это первые единственные сейчас наушники которые я выкручивал на полную громкость обычно не осталось и запас там где-то два отделения я практически уверен в том что sony xb50 будут звучать недостаточно громко на ряде смартфонов на андроиде на iphone нормально на андроиде может не хватать громкости ну там человек пишет что у него были недорогие сяоми судя по всему какая базовая модель тип моих и он пишет о том что сонька дороже в три с половиной раза а пропорционального улучшения качества звука не случилось полностью согласен с этим комментарием кстати сергей г который нам рассказал про пупырышек говорит о том что наушники фиксируются хорошо наверное имеется виду в ухе держится хорошо не выпадают и затем вот странная вещь ухо не потеет нет я понимаю если речь идет о накладных наушниках да там действительно есть такая проблема у вас когда-нибудь потели уши от затычек напишите в комментарии потели ли у вас когда-нибудь уши от затычек что вы при этом делали так все хвалят за шнур видно он вызывает какие-то тактильные положительные ощущения мне немного странно почему люди хвалят наушники за полторы тысячи за шнур при этом не обсуждают их глухой звук вот это самая большая проблема и к сожалению sony xb50 не то что не выходят в наш топ они не попадают в список рекомендованных к покупке давайте разберемся у меня наушники производства таиланд это меня сразу сильно расстроило потому что как известно на примере sony x15 страна производства имеет очень большое значение и сделаны в китае звучат отлично сделанные во вьетнаме звучат средне хотя модель называется одинаковая какая ситуация с xb50 я к сожалению не знаю у меня производства таиланд я рассказываю именно про них с самого начала заметно что они играют значительно шире чем другие наушники я читал специальную книгу в которой энциклопедия high-end аудио по называется так вот автор говорит что как ты ощущаешь звук так ты имеешь право его описывать поэтому для меня наушники играют шире то есть видимо это как раз называется сцена вот она ощущается это очень здорово определенно эти наушники подходят для гитарной музыки а акустические гитары звучат потрясающе с увеличением громкости никакие частоты не вылезают как мы с вами знаем в зенхайзерах особенно басы жирненькие гудят красиво уши вибрируют от баса и действительно это ощущается физически это здорово я вам рекомендую послушать не знаю как правильно произносится били а а и лишь и лишь но песня называется you should 7 in a crown ну а как называется били и лишь или что ну в общем в описании я напишу оркестровая музыка помните вот этот трек из пиратов карибского моря которые в плейлисте для проверки наушников оркестровая музыка звучит поистине эпично мне очень понравилось часто ли вам хочется закрыть глаза когда вы слушаете музыку в этих sony вам захочется это делать достаточно часто но до определенного момента сейчас расскажу то какого вам может начать нравиться мелодия которую ты давно знаешь несколько раз слышал но как-то не думал о том чтобы добавить ее в свой плейлист но послушав ее в xb50 захочется и себе сохранить действительно некоторые мелодии звучат настолько здорово что в них влюбляешься уверен что island in the sun значит группы визер звучит большинстве наушников достаточно средне и как раз вот этот эффект интересного нового крутого звучания проявляется в этом треке я вам рекомендую послушать вы можете рядом ютубе найти этот трек в общем без проблем наушники играют масштабно интересно но глухо если это единственные наушники которые у вас есть и вы заплатили за них 1400 рублей что на мой взгляд достаточно много то вы вполне можете начать их хвалить и говорить всем друзьям и всему интернету о том что это гениальная покупка и они классные но если у вас есть возможность сравнить их звучание с удачными недорогими моделями вы сделаете вывод что звук глухой и это все портит чуть позже будет видео битва sony xb50 ap и sony x15 в которой ну я вам сразу скажу победит x15 даже если бы эти наушники стоили 600 рублей а при цене в 1400 шансов у них к сожалению никаких нет хотя упаковка красивые сами они тоже выглядит неплохо так комментатор выпуска рома малый пишет классные видео пилишь по твоим советам купил себе jbl 290 спасибо бро рубит жестко рома привет тебе и спасибо за комментарий в принципе ради поиска недорогих и действительно крутых наушников и это все и затевал напомню вам что если вы хотите поучаствовать в небольшом розыгрыше ежемесячном и выиграть panasonic 118 достаточно подписаться на канал оставить какой-нибудь комментарий рассказать свою историю у вас интересного происходило с наушниками может быть вы посоветуете мне какую-то интересную модель на которой еще не было видосов дальше у нас тут еще немножечко всякого интересного добра ожидайте выпуск сравнения например зенхайзер 180 и зенхайзер 200 и